здравствуйте уважаемые блогеры сегодня 4 4 декабря блогер из Перми сотрудник ГГБ Бессонов Алексей Борисович ну я рад огромную огромную так сказать благодарность за что то что мои скромные посты вызывают такую реакцию нормальную человеческую в том что смотрят меня в общем-то люди нормальные вменяемые им они хотят услышать по крайней мере внешне там как чай пью где ковыряют чешу и это замечательно но друзья мои вот я в продолжении вчерашнего поста про крах экономики Владимира Путина я хочу сказать что на самом деле еще все хуже чем мы даже представляем я говорил об этом что фактически этот человек Владимир Путин он возник неоткуда в 90-е годы ведь в общем-то правительством президентом и правительством должен быть приваков я говорил об этом там 22 процента его правительство давало рост фактически мы кризис преодолевали более того мы повторяли во многом европейский вариант да как вот в европе коммунисты социалисты пришли все после краха ссср к власти но через выборы да и девяносто шестом году девяносто девятом году была то был такой же шанс да зюганов побеждает левые побеждают премьер правительства или примаков при бы процентрист побеждает формируют лево патриотическое лево центристское правительство и выводит страну в общем-то из тяжелейшего кризиса три четыре года страна задышит по-другому но вот здесь сыграл так называемый человеческий фактор да он в чем состоял то что я бесговорил что ельцин просил одного дайте мне гарантии и вот примаков я считаю что это колоссальная ошибка была примакова бог с ним с этим ельцином оставьте ему 10 миллиардов этим выродками его семье пускай захлебнуться но он и примаков ему сказал что то что натворил негодяй какая тебе таскать гарантии могут быть тебе может быть только одно скамья подсудимых и илюхин начала процедуру отрешения помните чтоб материалы старушек ли вы в уголовных дел и так далее геноцид не попадает по сроку давности и вот тогда появилась карантура путина да и вы вспомните что у него было за первое правительство правительство касьянова ну это же был кошмар процентная ставка но зато для и западу нужно было одно навести порядок потому что полный хаос и помните да ему дали вот этот люфт 140 120 долларов за баррель ему дали возможность удержаться у власти навести хоть какой-то порядок и он на его навел так как он понимает да создал эту как называемый вертикаль власти после теракта в бесслане помните да когда фактически отменил выборы там статистка всеобщая и так далее конечно она не права эта система она вообще какая-то беззакония это мафиозный принцип правильно назвал горбачев я его терпеть не могу что он создал власть по мафиозному принципу везде расставил своих людей он боялся заговоров в армии там поставил сердюкова который фактически все там это развалил но тем не менее даже этой системе приходит конец да потому что ну нет производства самого главного основного нет промышленности нет производства банковские так сказать игрушки которые не играют финансового рынка там да он давал удивительно глупые интервью я вот даже прожил поражился этот человек все-таки служил у нас в кгб но хотя бы элементарное представление об экономике он дал он говорил так а вы знаете что что высокий доллар для нас он даже выгодный почему мы продаем нефть на доллары да если доллар раньше стоил 30 долларов то сейчас он стоит 70 долларов мы его продаем покупаем меняем на рубли на свои если раньше у нас мы за там 100 тонн был брали за 100 тонн брали там 300 долларов то сейчас 700 и меняем так сказать и сейчас 30 сейчас 70 и меняем его на рубли здесь для нас до высокий курс даже выгоднее но в правильном году он по крайней мере за счет высокого курса можно закрыть все бюджетные обязательства но а граждан так как этого все комплектующие они все на иностранную валюту покупали цена посадить вырос рост идет рост цен сегодня и фактически каждый квартал по 7 12 процентов растут продукты питания причем основные продукты питания мясо и так далее по 12 процентов это крах ну что такое 12 процентов если даже в год до в год таки один в квартал так растет понимаете но он он рассуждает как ну ну я не знаю как его назвать ну я не так же нельзя правильно для него то это выгодно высокий курс доллара почему потому что он закрывает обязательства за счет нефтедолларов перед бюджетами а гражданам так как им надо жить ходить в магазин что-то одеть так сказать трусики как кофточку купить то есть это парадоксально неподготовленный человек но проблема не в этом проблема в том что он никуда не уйдет с этим на смириться выстав такую систему власти где только он все решает поэтому его нужно отпустить и закон принял он подъедется на гарантиях президента лица исполняющих поставок президента что пускай забирает свои 100 миллиардов этот ведь эти но сейчас проблема в другом и как риск будет об этом что сейчас когда запад начал так сказать прибирать к рукам их капиталы они ищут ищут возможность искать договориться с японцами японских банках перевести капиталы поэтому они идут на подписание договора по островам проблема вот в этом западный перекрыл финансовые потоки они сейчас пытаются договориться с японцами да то есть идут за колесные переговоры они хотят отдать это для острова создать прецедент когда страна отдает свои территории и так далее то есть но это катастрофа но они наивные не понимают что даже японцам американцы выкрутят руку или заберут все равно они все заберут да это люди которые наворовали но нигде никто с мафией с наркомафией или так вот у нас никто не разговаривать да и они заложники этих своих миллиардов понимаете на них смотрят в европе как на но вориши на них никто нормальной структурой общаться не хочет почему потому что они привозят с собой эти миллиардные капиталы неизвестны как заработаны в то время как все население нищие стоит нищие раздет поэтому ситуация очень сложная я думаю что сейчас у них начнется паника они начнут сейчас так сказать торговать и территориями лишь бы только удержать и они пойдут мне кажется уже на по пятна и первый шаг на по пятна и вы видите это принятие пенсионного закона пенсионной реформы так называемый который принимался под диктовку международного фонда вот сейчас переговор с японии он говорит то что он готов сдавать страну это это не готовы поэтому что называется на ухо надо держать востро нам всем не выжить здесь еще раз говорю не потому что там мы глупые какие-то нет любой из вас уехал в любую страну организуют там и фирмы и так далее потому что там нормальное законодательство там людям дают возможность работать но здесь же в полная мафия все все фактически уничтожено вся система управления уничтожена поэтому нам даже здесь я как же могу ехать за хоть завтра в очереди стоят там все поклонницы и так далее но мне хочется все таки чтобы в стране что-то было что было у вас с нами у наших любимых граждан нормальные умные граждане все образованные все все прекрасно понимают поэтому они сейчас начнут торговать страной вот увидите сейчас любые варианты возможны потому что на самом деле дело в дело не в санкциях дело то что их капитала американцы и банковская система начинает подбираться к их капиталам и вот это будет основная основной удар который они понимают на который на нем им понесутник и после этого они пойдут на любые выступки на любую так сказать провокации на любые так сказать уступки землей будут торговать и ракеты будет снимать и быть надо держать что называется но у кого строго в этом плане надо посмотреть историю смуты семнадцатого метра там все очень непросто там такие винтеки раз что называется разыгрывались как и везде в политике поэтому так спасибо ваш бессонов алексей борисович ну а да мне лет про двойников конечно показывают дневников двойников путина совершенно очевидно не на всех встречах он есть это он там есть вы даже люди шутят и уже называют что одного монгола называют показывают двойников но я думаю что он жив я думаю что он жив и управляет все таки он ну на какие-то встречи там через за рубеж боясь что его травят выезжает он не он а двойники для того чтобы как-то что называется так сказать подстраховать это в проблем безопасности связано они связаны не с кем-то интеграми спасибо ваш бессонов алексей борисович